В воскресенье 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией. На юге России существует несколько реабилитационных центров, где со смертельной зависимостью медицина справляется, заручившись духовной поддержкой православной церкви. Общение с врачами и психологами на пути исцеления сопутствует воцерковление оступившегося человека и его социальной адаптации через общественно полезную деятельность и помощь ближним. Сюжет Валерии Скоробогатовой. Вадим Арефьев тяжелым наркотикам пристрастился уже после службы в армии. Короткие периоды ремиссии и долгие годы употребления. Опомниться Вадима заставило стремительное ухудшение здоровья. После перенесенной операции на сердце он добровольно обратился в реабилитационный центр. Со временем просто это все анализируется, вспоминается вся жизнь. Ничего хорошего в этой жизни не было. У 29 лет нет ни детей, ни семьи своей. Работы сейчас нет. Я ехал по своему желанию, потому что я понял, что уже либо я умру, либо нужно что-то предпринимать, приложить усилия, какие-то действия для того, чтобы бросить употреблять. Хотелось пожить просто-напросто. Сейчас жизнь Вадима понемногу налаживается. Появились планы на будущее. Помощь Бога, в первую очередь, желание. Нужно предпринимать усилия, действия какие-то, если нужно главное – хотеть. У Ирины история схожая. Только она еще и торговала наркотиками. Четыре раза побывала в местах лишения свободы. Некоторое время держалась. Пыталась наладить семейные отношения. Но через год после освобождения сорвалась. Синтетические наркотики настолько изменили сознание девушки, что она стала опасна для окружающих. После наркологического стационара попала в реабилитационный центр. Здесь идет наряду с поддержкой руководителя центра, сестер, во церковление, что очень помогает нашим израненным телам, душам. И вообще меняет полностью сознание и предпосылки какие-то. Цели поменялись в жизни. И вообще смысл жизни поменялся. Огромнейшую роль играет церковь. Огромнейшую роль играет духовное состояние человека. Когда он понимает, что я могу это взять, но я не возьму. Я могу это делать, но этого делать не буду. Потому что это не только навредит мне, интересно, физически. Но это погубит душу мою. То есть он человек просто погибнет, и он вечности никогда не наследует. И вот в этом состоянии человек готов уже жертвовать даже через страдание, через терпение. И он, желая изменить свою собственную жизнь, то начинается работа, конечно, духовная. И она приводит к такому положительному результату. В православном реабилитационном центре Ростовской региональной организации «Ростов без наркотиков» оказывают комплексную помощь. С ребятами работают психологи, находя индивидуальный подход и мотивацию для дальнейшей жизни. Вот когда мы выходим на такие осознанные уже уровни, на уровень такое сознание, да, вот какое значение оно имеет в моей жизни, то здесь мы также говорим и о целях, да, о жизненных целях, вот. И о том, что может подменить эту зависимость, чем можно ее заменить, да, чтобы продолжать адекватную жизнь, чтобы продолжать жизнь полноценного человека без зависимости. Этот центр – один из 12 входящих в состав Православной ассоциации реабилитационных центров Северного Кокказа. Ежегодно помощь здесь получают около полутора тысяч человек. Важно не только реабилитировать бывшего наркомана, но и социализировать его. Мы работаем при Русской Православной Церкви. Это обязательно, конечно, труд должен быть, но это и работа с психологом, это работа со священником. И наши ребята, которые находятся в реабилитационных центрах, это программа целая, комплексная программа. И после этого, человек пройдя реабилитацию, мы стараемся и трудоустраивать людей. Первый реабилитационный центр появился в 2004 году в Ставопольском крае с богословением митрополита Феофана. С того момента Православная Церковь принимает в жизни ассоциации самое непосредственное участие. Одна из особенностей работы этих центров – это участие священнослужителя в жизни этой организации и, конечно, в жизни тех реабилитантов, кто туда поступает, кто проходит реабилитацию, кто проходит ресоциализацию. И дальше уже кто трудится в храмах, кто участвует в жизни епархий. Вместе мы, вместе с этой организацией, церковь и общественная организация «Ростов без наркотиков» в данном случае осуществляем очень большую, серьезную деятельность в нашем регионе. На сегодняшний день выпускников из этой организации огромное количество. Для многих это как бы не удивление, не секрет. Многие венчаны в церкви, у многих детишки есть, посоздавали свои семьи. Чтобы оторвать наркоманов от привычной среды, их отправляют в другие регионы. Впрочем, реабилитация – только одно из направлений деятельности ассоциации. Серьезная работа ведется также по профилактике наркомании. Это лекции, семинары, беседы. Сотрудники проводят их в школах, колледжах и вузах. А в летнее время – на предприятиях, где общаются с родителями подростков. В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией региональная организация «Ростов без наркотиков» проведет турнир по дворовому футболу. Несколько лет назад мы думали, каким образом отвлечь молодежь, которая еще не стала внутривенными наркоманами. Ну, попробовал кто-то нашу, кто-то клей, кто-то психоактивные вещества. И мы подумали, что нужно проводить кубок дворового футбола, потому что многие люди, они в детстве росли, и политики, и бизнесмены, и чиновники, и спортсмены, и играли в такой вот футбол. Если ваша семья столкнулась с проблемой наркомании, не впадайте в панику. Вы можете обратиться в любой православный храм, где есть консультационный центр. Или по телефону доверия Ассоциации православных реабилитационных центров. Наши специалисты не просто могут принять в консультационном пункте, в храме Свято-Троицком, а могут выехать на дом, поговорить, пообщаться и замотивировать человека, чтобы он поехал на реабилитацию в один из наших реабилитационных центров. Телефон доверия 8 928 270 82 18. Сайт организации – ростовбезнаркотиков.ру Валерия Скоробогатова, Евгений Ермарченко. Телестудия «Дон православный».